Актуально. Нашадр.Инфо. Работа подразделения отдела ГИБДД МОД России по городу Шадринску оценена удовлетворительно. За 12 месяцев 2014 года в отделе ГИБДД МОД России по городу Шадринску зарегистрировано у нас 2083 дорожно-транспортных происшествия. В отделе ГИБДД зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 8 человек погибли и 63 человека получили ранения. Поле аварии по вине водителей и транспортных средств в общем числе остается высокой. 79,7% от всех ДТП составляет 47 дорожно-транспортных происшествий. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло. По области всего таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 197 с участием именно нетрезвых водителей. За 12 месяцев 2014 года в городе Шадринске также зарегистрировано 7 ДТП с участием транспорта, водители которых скрылись с места ДТП. Три водителя у нас на данный момент пока остаются ненайденными. Также с нарушениями правил дорожного движения пешеходами связана каждая четвертая ДТП в городе Шадринске. Доля таких дорожно-транспортных происшествий остается на высоком уровне. 14 дорожно-транспортных происшествий у нас участие пешеходов, в которых 1 человек погиб и 19 человек получили ранения. За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 4 случая детского дорожно-транспортного травматизма. Наша работа в целях предупреждения ДТП сотрудниками отдела ГИБДД выявлено 20 440 нарушений правил дорожного движения. Личный состав отдела ГИБДД МВД России по городу Шадринску принял участие в раскрытии 60 преступлений. На обслуживаемой территории инспекторами ДПС выявлено 481 водитель, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По области нетрезвых водителей за год выявлено около 7 тысяч. То есть цифра остается просто на очень высоком уровне. За несоблюдение скоростного режима к административной ответственности привлечено 5728 водителей. Пресечено 2324 нарушения ПДД пешеходами. За истекший период инспекторами ДПС выявлено 277 случаев управления ТС лицами, не имеющими на это право. В том числе задержано 97 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенными права управления. Начальником управления ГИБДД по Курганской области обозначены приоритетные направления нашей работы на 2015 год. Это создание условий безопасного движения пешеходов в плотном взаимодействии, конечно, с администрацией города. Ну и, конечно же, не забываем про условия движения, создаваемые для водителей. Приоритетными направлениями также остается эта пропаганда дорожного движения, взаимодействие с общественными объединениями, со средствами массовой информации, дорожный надзор, естественно. Инспектирование дорожных условий, особенно это актуально в зимний период года. На данный момент мы инспектируем пешеходные переходы, это улица Свердлова, Комсомольская и другие, так как на данный момент там уже сформированы снежные валы, которые препятствуют обзорности. Также инспектируем перекрестки. То есть по результатам этой работы будут сделаны выводы, либо будем составлять административные протоколы, как на подрядной организации, так и на лиц, соответственных в администрации города Шадринска за это направление. Да, действительно, на сегодняшний момент и граждане звонят, жалуются, что убирают, мягко говоря, некачественно. То есть где-то заваливают пешеходные переходы, не расчищают их после того, как проходит вот этот грейдер очистительный. Вопросов много, пытаемся решать. Как бы тут нужно также уделять внимание тому, что вот сложные дорожные условия, они у нас возникают, допустим, в определенный момент, если обильный снегопад там или зима у нас, как сказать, нынешняя, она такая интересная, то дождь, то снег. И вот дорожные условия, создавшиеся вот единовременно, их устранить в определенный промежуток времени бывает очень сложно. Техники не хватает, не хватает определенных ресурсов и человеческих, и еще каких-то там материалов противогололедных. То есть, ну, пытаемся, взаимодействуем плотно с подрядными организациями. Но проблемы, конечно, со штатной численностью остаются, личного состава не хватает. Ну, сами поймите, 2-3 наряда, выходящие даже в дневную смену на город, это, конечно, недостаточно, которые обслуживают практически целый день дорожно-транспортные происшествия. Дорожно-транспортные происшествия, в лучшем случае их за сутки может быть 5. А вообще в среднем получается около 8 до 15 дорожно-транспортных происшествий. Происходит в течение суток. Каждое дорожно-транспортное происшествие оформляется. Помощи от страховых компаний нам никакой нет. Как, допустим, в некоторых больших городах, там, Екатеринбурге, еще где-то могут страховые комиссары оформлять. Ну, взаимодействовать мы пытались, нам было отказано, так как в городе Шадринске нет самих страховых компаний, есть только представители, там, ну, небольшие филиалы, которые не владеют штатом вот этих вот комиссаров аварийных, которые бы могли нам помочь в оформлении вот этих дорожно-транспортных происшествий. То есть, все оформляем сами. Работа ведется, скажем так, теми силами, которые у нас на данный момент есть.